Дороже денег В шоу «Дороже денег» люди приходят для того, чтобы выиграть деньги для достойного человека. Да, именно так. Вы так любите. Представляете, какое вы дело сегодня делаете? Друзья, родственники, коллеги хотят помочь тому, кто сам всегда помогает людям и сейчас находится в трудном положении. Десять детей. Она такая молодец. Люди, которые спасают детей, делают самое полезное в нашей жизни. Мой муж – самый волшебный человек. За пять раундов игры мы можем помочь заработать миллион рублей. Я вообще не понимаю. Если сразу угадать трудно, можно использовать подсказки. Я чувствую, да, нам придется брать еще одну подсказку. Но подсказки стоят денег, и эти деньги вычитаются из суммы выигрыша. Только в финале программы человек, для которого зарабатывали деньги, узнает об игре и о том, сколько денег он получит. Это очень и очень хорошая сумма. Мы начинаем шоу, где отношения дороже денег. Это Юлия Канышева. Она пока не знает, что ее близкие в нашей студии готовы к игре и к тому, чтобы отдать весь выигрыш Юлии. Сегодня играет старший сын Юлии – Данила. Он будет стараться заработать максимальную сумму. И эти деньги очень могут помочь маме. Юлия Канышева в одиночку воспитывает десятерых детей. Семеро из которых – приемные. Причем Юля берет под опеку именно проблемных детей. Один там воровал, другой там из окна чуть не выпрыгивал, третий – обои обдирал, мебель всю переломал. Ярослава Канышевы взяли, когда ему было три года. В моей жизни Ярослав появился как гром среди ясного неба. Пришлось сделать ремонт после него. Все, что можно было сломать, он пытался сломать. Когда обнаружилось, что у Ярослава есть сестра, Юля, не задумываясь, решила взять и ее. В один момент маме сообщают, что у Ярослава есть сестра, и она тоже попала в приют. А по закону уже в ту жилплощадь, в которой мы жили, нельзя еще одного ребенка взять. Маме пришлось взять крупную сумму денег для того, чтобы оплатить квартиру. Расширить площадь удалось, а вот сохранить личную жизнь не получилось. Муж Юли ушел в самый ответственный для семьи момент. А всех детей и долг за квартиру оставил жене. Если погасить ипотеку, будет больше возможностей тратить деньги на нужды детей. Данила, вы готовы отдать маме все деньги с сегодняшнего выигрыша? Готов. Тогда мы начинаем? Ну что ж, в нашей игре всего пять раундов. Вы отвечаете на вопросы в категориях «Кто?», «Что?» и «Где?». Максимальная сумма, которую вы можете выиграть – один миллион рублей. Но только если вы не будете пользоваться подсказками. Подсказки стоят денег, поэтому уменьшают сумму выигрыша. У нас в студии ваша группа поддержки – подруги Юлии, Галия и Ирина. Девочки, здравствуйте. Они могут вам помочь. Но только в одном раунде. Выбирайте, Данила, одну из пяти карточек. Да, вы можете выбрать любую. И сейчас мы узнаем, в каком раунде ваша группа поддержки будет вам помогать. Итак, это раунд... Два. Два. Во втором раунде вы сможете принимать активное участие в нашей игре. А в первом, третьем, четвертом и пятом только молча поддерживать нашего героя. А еще близкие, родные болеют за всю вашу команду. Они видят все, что происходит у нас в студии. Ну что ж, всем привет. Аня, привет. Даниил, Галия, Ирина, здравствуйте. Мы стоим здесь, переживаем, болеем за Даню. Даня, давай, ты молодец. Как вы уже поняли, часть детей со мной, с бабушкой. Мы здесь ходим, гуляем по парку. И буквально рядом вторая часть детей уже с Юлей. Они не подозревают, что мы здесь. Но в какой-то момент мы к ней примчимся и сообщим, какую сумму денег Даниил, ее сын, заработал для мамы. Аня. Ну что ж, мы начинаем. И это первый раунд. Здесь максимальный выигрыш 100 тысяч рублей. Вы готовы, Данила? Я готов. Тогда начинаем. Смотрим на вопрос из категории «Где». «Где» пункт? Вы готовы ответить без подсказок? Нет. Если вы ответите неправильно, вы не перейдете на другой уровень и начнете второй раунд с тем же выигрышем. То есть миллион рублей вы уже не получите. Данила, у вас есть подсказки. Всего их девять. Выбирайте номер. И после этого мы увидим, сколько денег вы заплатите за подсказку. Данила, назовите цифру от одного до девяти. Четыре. Четыре. Давайте посмотрим, сколько же стоит первая подсказка. Пятнадцать тысяч. В банке остается восемьдесят пять тысяч. Давайте посмотрим саму подсказку. Марианский желоб. Давайте начнем со слова «пункт». Вы знаете, что такое пункт? Нет. Хорошо. Если честно, до этой игры я тоже не знала, что такое пункт. А что такое марианский желоб? Что-то около марианских впадин. Да. Где-то там. Это оно и есть. Но пока единственное, что в голове, это на дне. Но я бы взял еще одну подсказочку. Но вы хотите взять подсказочку. Давайте, называйте цифру. Номер семь. Номер семь. Итак, стоимость второй подсказки. И это две тысячи. Данила, вы везунчик. Откройте нам подсказку. Осадок. Ну, тогда на дне. Осадок на дне. Так что я считаю, что ответ на дне. Вы всегда уверенный такой в себе человек? Несмотря на ваш юный возраст. Ну, когда факты говорят сами за себя, то да. Смотрите, вы можете потерять эти деньги. Но если вы уверены, тогда нажимайте на кнопку и произнесите, пожалуйста, ваше финальное решение. На дне. Итак, смотрим. Страшно, Данил? Ну, я ж уже ответил, чего бояться. Внимание, правильный ответ. Я напоминаю, что мы играем с Данилой Макаровым. Он зарабатывает деньги, чтобы помочь своей маме Юлие Канышевой. Кроме Данилы, у Юли еще девять детей. Из них семеро приемных. После развода Юлия в одиночку выплачивает ипотеку за новую квартиру. Такой большой семье надо много места. А выигранные деньги помогут маме Данилой уменьшить свой долг и чуть выдохнуть. Итак, где пункт? Браво! Браво! Данила, это гениально. Вы понимаете, что вы в первой подсказке поняли, что это на дне. Но для стопроцентной уверенности, да, вы выбрали вторую и недорогую подсказку. Пункт – это название той самой выемки, которая часто встречается на дне винной бутылки. Давайте посмотрим остальные подсказки. Спрятаться, залечь на дно. Водоросли растут на дне. Камбала – это придонная рыба. Титаник лежит на дне. Каменистое песчаное – тоже дно. Песа горького на дне. И у стакана есть дно. И в этом раунде, Данила, вы выиграли. 83 тысячи. Это очень и очень хороший результат. Вы молодец. Эту сумму получит точно ваша мама, потому что эта сумма несгораемая. И у нас осталось еще 4 раунда. Ну что ж, играем дальше. Внимание, второй раунд. Стоимость второго раунда – 150 тысяч рублей. Именно столько вы получите, если правильно ответите на вопрос и не возьмете ни одной подсказки. Но у вас в этом раунде есть помощники – Галия и Ирина. Что, Ирина, что же вы начали волноваться? Правильно. Данила, вы можете принимать варианты ответов, но финальное решение остается за вами. Понятно. Мы смотрим на вопрос из категории «Что?». Что за древнее оружие? Многовато. Много знаете, да, древних оружий? Ну, давайте попробуем. Подсказочки? Подсказочки, ну, давайте. Номер подсказочки какой? Номер 9. Ну, не 52 же. Не самая же дорогая. Не самая дорогая, да. В прошлый раз так же, наверное, последняя была. Вот именно. Данила, мы поняли, что он быстро справляется с вопросами. И в банке у нас остается 127 тысяч 500 рублей. Покажите нам, пожалуйста, подсказку. Ротация. Какое древнее оружие связано с ротацией? Давайте просто порассуждаем, подумаем. Древнее оружие какое вы знаете? И что такое ротация? Давайте вот, может, с подсказки начнем. Смена. Замена. Что-то постановка. Смена чего? Перестановка. Катапульта может быть. Что-что? Катапульта? Ну, не такое уж оно и древнее, на самом деле. Давайте подумаем, как катапульта работает. Где там ротация? Ей не нужна смена. Я думаю, луки. Потому что лучники. Один залп сделал, отошел обратно, второй вышел. А залп сделал, отошел обратно, третий вышел. И там пока эти перезаряжаются. Ну, да. Либо копья, потому что копейщики должны стоять в определенном порядке, чтобы правильно держать строй, и он был эффективен. Мне копье не нравится вообще. Ну, вот копье нет, мне кажется, лук. И лук. Лук. Покажите, как выглядит ротация. Если бы я знал, как она правильно выглядит. Ну, движение этой ротации. Смена. Вот, вот галия уже. Ага. Вы посмотрите, вот... Оружие вот так делает. Какое оружие вот так делает? Давай подумаем. Можем взять подсказ. Наразум еще, да. Пусть тогда один будет. Выбираем цифру номер один. О, да ничего страшного. Простите. Зато теперь самая дорогая не выпадет. Давайте посмотрим, сколько остается у нас в банке. 75. 75. Ну, ротация как бывает. Ничего. Смена кадров. Ротация кадров. И подсказочка? Подъемная сила. Подъемная... Ну, тогда, да, катапульт, требушет. Что еще есть? Что за требушет просветительная? Что, ну, сзади камни вжух, и туда вжух. Ага. А вот это движение, которое показывала Ирина? Ну, вот как раз вот так вот происходит. Что-то круговое должно быть. Что-то круговое. Да. Подъемные силы. И что-то там происходит при помощи подъемной силы. Ну что, может быть мы... Это, наверное, еще одно, потому что непонятно пока. Уже 52 500 не выберем, да? Шансы маленькие выбить 37 сейчас, так что что бы и не взять подсказочку. Тогда берем подсказку. Номер 5. Подсказка следующая. Ну, а я везуч на маленькие шансы. Нет, но это... Но это как вообще? Вы играете по-крупному, Данила? Да, да, не в ту сторону только. Это очень дорогие подсказки. Зато следующие дешевле. И в нашем банке остается... Ровно половина. Ровно половина, да? 37 500. Ну, что-то еще остается. Подсказка игрушков. Игрушка, подъемная сила, древнее оружие. Это может быть игрушкой. Что у вас там было? Требушет я не видела. У меня есть дети, но я не видела, чтобы они играли в требушет. Сложно было бы сделать из этого игрушку. Рогатка. Катапульта. Рогатка. 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 Бейсбольная бита. Бейсбольная бита. Древнее оружие, бейсбольная бита. Американских и индейцев. Ну, булава, да, какая-нибудь. Но она не ротация. Еще подсказку? Я не смогу. Ну, надо брать. Я буду рогаткой. Я, мне кажется, по кругу ходим тут без разницы. Берем? Да. Берем. Пока вариантов нет, да, близких? Ну, пусть будет три. Пусть будет номер три. Покажите нам, пожалуйста, стоимость следующей подсказки. Если 15, ну, 6. Да не, ну что, 6. Не по-божь. Не по-божь. В банке остается 31,500. И подсказка звучит, как Джеймс Кук. Аборигены съели Кука. Нога у него. А где это происходило? Ну, нет, не в Африке где-то, но в племенах каких-то. В племенах. Ну, а, может, тамогаф? Палка-плевалка. Палка-плевалка. Как они называются? Дудка. Дудка. Но она не дудка. Она как называется? Дыхательная трубка или как она там? Где у нас аборигены? В Австралии? Но тогда еще не было. Не открыто Австралия было. Может, мы... Правильно, правильно. Австралия? Австралия? Ну, давайте. Вот вы уже про аборигенов сказали. Ну, знаю что. Так, давайте. Ротация. Вспоминайте. Давайте, пойдем обратно. Ротация. Ротация. Ну, это бумеранг. Точно. Точно. Да? Да. 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 Бумеранг. Да. Точно. Да. Вроде подходит. Вроде. Ну, вроде подходит. Ну, давайте. Игрушка. Ну, игрушка, игрушка. А подъемная сила как? Ну, так он летит же за счет давления, как крыло самолета. Да. Разница давления его поднимает. Подходит, да? Подъемная сила, да. Ротация. Вот это вот движение, да? Да, да, да. Друговое какое-то. Ну, да, да, да. Бумеранг? Бумеранг. Да, да, да. Итак, смотрим на экран. И сейчас на экране появится правильный ответ. Как вы думаете, вы правы, Галлия? Да? Да. Да. Молодец. Галлия, эти аплодисменты вам. Молодец. Откроем остальные подсказки. Австралия, та самая, о которой вы догадались. Ответ судьбы называют бумерангом. Аборигены, это было их древнее оружие, метательная палец и всегда возвращается. Вот была бы всегда возвращается сразу. Ротация, это то самое качество, уникальное свойство, благодаря которому бумеранг как раз всегда возвращается. А Джеймс Кук, это, собственно, первый открыватель, которому подарили этот бумеранг в Австралии аборигены. Ну, Данила, Галлия, Ирина, вы выиграли в этом раунде 31 тысячу пятьсот. Но вы не расстраивайтесь. За два раунда вы заработали больше. Ваш выигрыш составляет 114 тысяч пятьсот. За два раунда. Юлия Канышева – одинокая многодетная мама из Москвы. В ее семье 10 детей, семеро из которых приемные. Ради одного из них Юля даже влезла в ипотеку. Маме пришлось взять крупную сумму денег для того, чтобы оплатить квартиру. Вот только муж Юли, который все это время поддерживал супругу, вскоре ушел из семьи. Рухнул мир. Володя не вытянул момент того, что появляются новые и новые дети. Ну, что Юля сказала, я не буду останавливаться. Ну, это мое призвание. Получается, тогда, значит, мы будем разводиться. Долг за квартиру, соответственно, теперь весь полностью на Юле повис. Я очень люблю свою маму. И вот этим участием хочу проявить ей свою благодарность. Я думаю, эти деньги пойдут на погашение долга за квартиру, чтобы снять это время. И чтобы тогда станет значительно проще жить. Ну, а мы играем дальше. Третий раунд. Этот раунд стоит уже 200 тысяч рублей. Ставки растут, как и цена на подсказки. И мы смотрим вопрос из категории «Кто?». И кто сказал «горю» и не сгорел? Вы готовы немножко поразмышлять? Или хотите сразу начать подсказку? Сразу подсказку, чтобы сузить круг, может быть. Давайте попробуем. Пусть... Называйте номер. Пусть будет шестая. Первая подсказка стоит 10 тысяч. Ну, 10 – неплохо. В банке остается 190 тысяч. Это много. И сама подсказка звучит «Восток». Обратите внимание, слово написано в кавычках. В кавычках «Восток». Мне очень нравится. Вы такой внимательный. Да. Смотрите, Галия уже хлопает себе по коленкам. Пытается что-то простучать, но, к сожалению, подсказывать нельзя. Но вы согласны, что просто махните вот так? Что Данила знает. Знает. Что-то «Восток». Горю, не сгорел. Восток. Что у нас про «Восток»? Давайте брать подсказку. Ну, да. Да? Все равно не понимаю. Давайте. Пусть будет третья. Отлично. Браво. Прекрасно. Данила. Данила, в банке остается 188 тысяч. Что же за подсказка? Мировая известность. Этот кто-то обладает мировой известностью. Он всемирно известен. Так хочется сказать, да, Галия? Да, но нельзя. Но нельзя. Абсолютно каждому человеку. Давайте подумаем, кто знаменит на весь мир. Писатель какой-нибудь. Хорошо. Кто еще обладает мировой известностью? Все знают. И обратите внимание. Восток. В кавычках русское слово. То есть это известный во всем мире человек. А у вас только по-русски. Как вы думаете, какой он национальности? Русский. Группе поддержки сейчас не позавидуешь, да? Я вообще не понимаю. Ну, если вы не понимаете, давайте берем подсказки. Да. А что еще? Ну, пусть будет девять. Отлично. Номер девять. Ну, видите, зря переживали. Четыре тысячи. И в банке остается сто восемьдесят четыре тысячи рублей. И смотрим подсказку. Извините. Всемирный известный человек ел ложкой. И еще говорил, что он сгорит. Но не сгорел. Хорошо. Давайте так. Он ел ложкой. Какое время здесь? Прошедшее. Прошедшее. Он больше не ест ложкой. Ну, видимо, уже все. Пока. Да. Ну? Сейчас еще чуть-чуть подумаю. Просто что вот восток? Я до сих пор не особо понял, что с востока. Ну, приятно смотреть, когда человек думает. Ну. Но хочется еще, чтобы вы что-то нам сказали. Я пока могу сказать, что я ничего не понимаю. Тогда давайте брать подсказки. Да, что еще делать мне остается. Пусть будет восьмая. Да ладно. Главное, что нормально. 0,70. 0,70. И в банке остается 134 тысячи. И сама подсказка. Хоть бы она вам помогла, Таня. Знаменитая улыбка. Мне вот, я ни одной знаменитой улыбки не знаю. Подобрали вопрос из сферы, в которой я вообще не понимаю, честно. Нет, вы знаете. Вам надо просто... Нет, я не понимаю просто. Да, вы как будто бы не в ту сторону думаете. Давайте отмотаем назад и подумаем. Кто мог быть всемирно известным человеком русским? Улыбался красиво и ел ложкой. Это что-то должно быть экстраординарное. Что сделал этот человек. Понимаете? Это вот... Это прям вау. Это очень важно для человечества. А, ракета Восток, что ли? Что это такое? А что это вы хлопаете? Кто сказал, горю и не сгорел ракета Восток? Что это было сейчас? Ну, Кагарин, что ли? Давайте пройдемся. Вы меня спрашиваете? Нет, я сейчас... Размышляйте. Первая в приступе мысль, кто это может быть. Так, хорошо. То есть ракета Восток? Да. А вы сказали... Горю и не сгорел. Ну, горит, ну, как раз ракета, может быть, там начала гореть обшивка, когда взлетал. И он такой, а, нет, обманул. Ага. Да? Так. А это, то есть... Ну, ну, пался на камеру, наверное. Мировая известность, да? Ну, мировая известность, да. А вот я ложкой. Не, ну, что... Та-та-там. Ну, не придумали еще тюбики. Поел там ложкой в космосе. И не помешало ему стать известным. Ну, это что... Я, наверное, скажу, что это Гагарин, да. Да? Вы готовы? Юрий Гагарин. Да. Вы нажали на кнопку. Я нажал на кнопку и сказал Юрию Гагарину. Мы приняли решение, а Галия уже аплодирует. Нет, я... Ай, ну, вы рано. Мы еще не видели ответ. Правильно, Гагарин. Ну, как, Данила, как? Как вы не догадались? Да просто, ну... Восток. Я просто именно Востоком увлекаюсь. И слово Восток меня сразу Китай, Япония. Все, меня это закрывает. Я думал, Сибирь, может быть, покорил вот как раз это, ну... Да, но... А не вот это вот все. То есть я космосом-то... Восток – это серия советских космических кораблей. Да. А про Ел-ложка знаете историю? Понятно. Галия, а вы знаете? Расскажите нам. А, ну, когда он был в Букингенском дворе на приеме у Елизаветы, он там лимон, по-моему, ложкой съел и все. И после Елизаветы посмотрела, когда все замерли, она просто взяла и повторила, по-моему, за ним. Он ел ложкой паштет. Или что-то, ну... И она попросила всех взять ложки и тоже есть его ложками. А лимон он съел просто пальцами, и она тоже за ним повторила. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте посмотрим остальные подсказки. Ну, вот напоехали бы я в Королев, Орбита, вот после Востока. Когда Юрий взлетал, он посмотрел в иллюминатор и увидел языки пламени и сказал совершенно спокойным голосом, «Я горю, товарищи, прощайте». Но не сгорел. Без истерик это было совершенно спокойно и очень-очень мужественно. Вот такие вот у нас были люди. Да и я верю, что у нас до сих пор такие же смелые люди есть. Мы о таких людях снимаем сейчас в программе. И сумма выигрыша в этом раунде составляет 134 тысячи. Прекрасно. Прекрасно. Может, хорошо. А сумма выигрыша за три раунда гораздо больше. 248 тысяч 500. АПЛОДИСМЕНТЫ Играем дальше. Четвертый раунд. В этом раунде вы можете заработать 250 тысяч рублей. Смотрим вопрос из категории «что». Что объединяет Трувера и Минезингера? Говорят ли вам что-то эти два слова? Не особо. Но пока что их объединяет только буква «А» на конце. Уже хорошо. Что будем делать? Отвечаем? Подсказочку берем. Берем подсказку. Хорошо. Данила, выберите, пожалуйста, номер. Шестой. Номер шесть. Ну почему не третью? Четвертую, пятую? Больше не выпадет такая. По-крупному, да? Больше такая не выпадет. И в банке остается 187,500. Дайте нам очень хорошую подсказку. Пожалуйста. Вопрос непростой. Нечто восхитительное. Не вяжется. Что-то... Знать бы, что это, и тогда бы вообще прекрасно. Да. Двигаемся? Да, еще подсказочка. Давайте. Номер три. Смотрите, я тоже люблю играть по-крупному иногда. Ну, пусть будет три. Проверим. О-о-о. Фух. Уже хорошо. По самой крупной купюре играем. Итак, в банке у нас остается 182,500. И подсказка звучит как... Что за издевательство? Что такое зонг? Зонг. Зонг. Подумаете? Ну... Вспомните языки. Трувер. Ну, это что-то там. Трувер. А? Ну, французский. Ну, французский. А мини-зингер? А мини-зингер. На что похож? На какой язык похож? Мини-зингер. Мини-зингер. Немецкий, может быть, что-то такое. Давайте. Данила, если не получается, давайте брать подсказку. Пусть будет девятый. Ну, пусть будет девятый. Хорошо. Нормально. Да? Вам нравится? Сайте. Хорошо. И в банке осталось 170 тысяч. А подсказка выглядит... Птица. Трувер, мини-зингер, восхитительная, зонг, птица. Пение птицы? Что это? Пение птицы. Как-то голос, что это может быть щебетание. Звучит как красивое, да? Пилятное. Я хочу, чтобы вы все-таки подумали над словом зонг. Похоже на гонг. На гонг. Что еще похоже? Сонг. Сонг с английского, если похоже. А что это? А что это такое сонг? Сонг, песня же. Что? Песня. Песня? Ну да. Ну если... А птицы что там? Птицы поют. Ага. Что поют? Веселые песенки. А нечто восхитительное. Данила, я так в вас верю. Пожалуйста. Восхитительная, зонг, птица. Я понимаю, что пока не понимаю. Вы понимаете, но вы этого не понимаете. Пини. Называйте цифру тогда. Хорошо, пусть будет... Четыре. Давайте. Цифра четырем. Молодец, Таня. Молодец. Сейчас опять не пойму. В банке остается 160 тысяч, а подсказка звучит как нибелунги. Есть в голове? Нет в голове. Кто такие нибелунги помни? Откуда? Что-то объединяет все эти подсказки. Что-то. Одно слово. Одно слово объединяет их. Данила. Не выходит. Идем дальше. Давайте. Ну, ладно. Пусть будет пять. Смотрим. Посмотрим, насколько вы сегодня счастливы. И вы... Вау. Прекрасная. Прекрасная интуиция. Что-нибудь теперь слово, которое я знаю еще желательно. И в банке остается 152 тысячи пятьсот. И подсказка. Помоги нашему Даниле. Детское снотворное. Тихо, девочки. Спокойно. Я надеюсь, что вы понимаете, что это не в прямом смысле, что детям не дают снотворного. Да? Именно поэтому в кавычках. Но... Энциклопедия. У вас дома много... Энциклопедия. Вас так укладывали? Да, можно вполне учнуть. Поэтому вы, наверное, такой эрудированный парень. Вас так мама укладывала, да? Читала вам на ночь энциклопедия. Во всем мире. Что делают мамы перед сном? Качают. Сказки читают. Сказки читают. Кормят. Кормят. Ну, может быть. Давайте еще. Ну, детское снотворное, это все колыбельное. То есть песня какая-то, да? Так. Ну, птицы поют. Так колыбельное или песня? Это все-таки разные слова. Ну, а что, это разные? Да, да, да. Ну, давайте. Птицы, что там? Птицы поют. Щебечут. Что они еще делают? Так. Зонг-сонг. Зонг-сонг. Похоже, да, как бы. Это нечто восхитительное. Бывает, да. Песня. Зависит от песни. Ну, пусть будет. Песня. У меня ощущение, что я вас уговорила, да, Нина? Ну, так. Да, я просто форму слова не понимаю. Ну, пусть песня будет. Вы боитесь потерять 152 тысячи сейчас? Есть же еще один раунд. Это говорит вас оптимист. Ну, что ж, давайте увидим правильный ответ. Что объединяет Трувера и Мини Зингера? Браво! Вытащила я из вас эту песню. Да. Трувер – это старинный французский поэт и музыкант. А Мини Зингер – это средневековый немецкий поэт-музыкант. И их объединяет песня, соответственно. Нечто восхитительное. Это просто песня какая-то. Вы же знаете это выражение. Ну, я же говорю, это просто нечто восхитительное. Это в этом смысле. Да, Зонг – это злободневная сатирическая песенка. Птицы. Ну, поют. Понятно, поют они свои песни. Есть такая песня о Нибелунгах. Вы слышали? Нет, это средневековая германская поэма. Детская снотворная. Вам мама не пела, да? Ой, ну… Да пела, вы уже забыли. Она вам энциклопедична. Давайте откроем остальные подсказки. Александр Островский назвал песню душой народа. Это понятно, да. Частушки, караоке, куплет, припев – это да. Да, частушки, руссконародные песни, караоке, поют песни и куплет. И припев – это составляющие песни. Ну, посмотрите, какой хороший выигрыш остался у вас. Это все благодаря тому, что вы выбирали недорогие подсказки. У вас осталось в этом раунде 152 500. Посмотрим, сколько вы заработали за 4 раунда. Конечно, посмотрите. Или вы уже посчитали в голове? Я уже забыл, сколько было в прошлый раз. Я тоже. О, 401 тысячу. Осталось сыграть в финальный раунд, и мы узнаем, сколько сможет выиграть Данила для своей мамы Юлия. Всего у нее дети детей, семеро приемные. Юля в одиночку выплачивает ипотеку, и старший сын очень хочет ей помочь в этом. Наш корреспондент Артем Хворостухин совсем недалеко от того места, где сейчас находится Юля. Надеюсь, мы сможем порадовать нашу замечательную маму не только деньгами, но и тем, что у нее такой любящий сын. Аня, привет. Ну, мы здесь в шаге буквально от Юлии. Совсем скоро мы ошарашим ее своим появлением. А впереди у нас финальный раунд и возможность выиграть 300 тысяч рублей, которая облегчит жизнь Юлии, которая выплачивает ипотеку после развода одна. Даня, мы за тебя болеем и переживаем. Даня, давай. Ну что, продолжаем играть? Продолжаем. И впереди у нас пятый раунд. Данила, на кону 300 тысяч рублей. Вы уже заработали хорошую сумму, но можно выиграть намного больше. Можно. Не нужно. Да. Итак, мы смотрим на вопрос из категории «Кто». Кто придумал насечки на монетах? Ньютон. Кто? Ньютон. Ньютон? И он придумал это, чтобы фальшивомонетчиков как бы убрать. Его на монетный двор отослали и сказали, придумай, нам нужны новые монеты. И он придумал. Откуда, Данила, откуда мама читала энциклопедии перед сном? Ну, конечно, конечно. Именно оно. Что? Вот такие бы вопросы были бы все, я бы без подсказок бы отвечал. Ну, ничего себе. Такие бы все вопросы были. Ну, подождите. Ну, что? Вы готовы сразу дать ответ? Кто? Ньютон. Как зовут? Исаак. Дайте кнопку нажать. Все. Исаак Ньютон. Вы понимаете, что творит? Что творит, Ньютон? Так по-крупному играем, да последний, самый крупный. Данила, вдруг это неправильно, что только он насечки, что ли, делал на монеты. 400 уже нормально сойдет. Я уже ответил Исаак Ньютон, все. Разошелся. Я не зря, как бы, все-таки посвящаюсь. Данила, я в восхищении. В восхищении вами. Вашей командой. Ну, что, покажите нам, пожалуйста. Вы уже расслабились? А, что? Подождите. Да даже если я проиграл, я еще ничего не сделаю. Вы можете выиграть вот так вот. Я могу вот так выиграть и вот так проиграть. А, так я же уже вот так сделал, так что осталось ждать. Какого хорошего мальчика, умного вырастила мама? Браво, Данила, браво. Вот так вот красиво закончить пятый раунд. Без единой подсказки. Ну, давайте посмотрим, хоть что там. Ну, что там было? Мы же старались, готовили. Ну, да, придумывали. Придумывали. 17-й век. Ну, империя, король. Фу, ой. Империя, король. Тут все понятно. Все понятно? Ну, да. Такая жидкость. А вот такая жидкость, вот что это значит? Ну, не ньютоновская. Не ньютоновская. Не ньютоновская жидкость. То есть есть ньютонская, есть... Ну, как бы... Понимаете? Понимаете? Вот крахмал с водой. Я тоже хочу себе такого сына. Вы молодец. Сэр, ученый, яблоко и всемирное тяготение. Ну, а почему? Как и для чего придумал насечки Исаак Ньютон на монетах? Вы уже нам рассказали. Да, потому что новые монеты выпустили, и фальшивые монетчики их просто переплавляли в старые монеты с меньшим содержанием серебра. И он насечки и специальный станок для них сделал, чтобы их было невозможно так легко переплавить. Они их обрезали по краям. Ну, да, вот так вот, да. И они уменьшались в размере. А насечки как раз препятствовали этому процессу. Данила, я очень рада за вас, правда. Вы прям самое сердечко. Ваша мама. Я даже не представляю, как ваша мама будет гордиться вами, когда увидит вот это вот все. И в этом раунде вы выиграли 300 тысяч рублей. 300 тысяч. Сегодня у нас в программе Данила Макаров с подругами своей мамы Юли играл для того, чтобы заработать для нее деньги и помочь расквитаться с ипотекой. Здравствуйте, Юля. Не пугайтесь нас. Так, погодите. Это программа «Дороже денег». Мы у нас в студии, знаете что, у нас люди отвечают на вопросы, зарабатывают деньги для близких людей. В этот раз близкий человек – это вы. Вы, вы, подходите к нам ближе, не волнуйтесь, подходите ближе. Знаете, у меня есть для вас видеоролик, сейчас вы все сами поймете. Юля, сегодня ваш сын Данила играл в нашу программу для того, чтобы заработать деньги для вас. Он выиграл, внимание, 701 тысячу рублей. Это огромная ступа, и я надеюсь на то, что она поможет вам поскорее справиться с ипотекой и сделать что-то приятное для себя. Данила, хочешь сказать маме, почему ты сюда пришел? Я здесь, чтобы выразить благодатность и любовь маме. Ну что ты. Сложно говорить теплые слова. Проще сыграть и заработать маме денег. Это мужская позиция, да? Ну что ж, Данил, я поздравляю тебя и твою маму Юлию. Мы вас поздравляем. Так, аплодисменты, дети, давайте поддержим. Юля, мы вас поздравляем. Ваши дети при помощи ваших подруг заработали 701 тысячу рублей. 701 тысячу рублей. Мы знаем, что у вас есть цель погасить ипотеку. Скажите, эта сумма вам поможет каким-то образом? Это огромная часть этой суммы, да. Это сертификат? Нет, ощущение, что мы намного быстрее исполним свою мечту и наконец-то сможем поехать на море. Юля, спасибо вам большое. Данила нас покорил. У нас вся съемочная группа за кулисами вот так вот сложила пальчики и говорила, какой он прекрасный, светлый, абсолютный человек и как он сильно вас любит. А согласитесь, это дороже денег вообще. Даня вообще золотой ребенок. У меня вообще все 10, все чудесные. Поздравляю! Данила, я поздравляю тебя и твою маму Юлию. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. И пусть замечательным людям будет хорошо. Так, ну-ка покажите руки, покажите. А, да, трясутся, да, трясутся. Она не играет, это все правда. Мы вас поздравляем. Где этот человек сейчас выпрыгнет? Так и не будет. Не будет. Продолжение следует...